Всем привет, дорогие друзья, с вами Роман Сокутин, и в этом видео я хочу рассказать о четырех ошибках начинающих программистов в Unity. Если вы не хотите провалить свой проект досрочно и хотите делать код максимально качественным, то вам обязательно нужно досмотреть это видео до конца. Ну а мы начинаем. Ошибка первая. Использование свойства transform. Как вы знаете, если вы хотите написать скрипт, который двигает объект или его поворачивает, вы можете воспользоваться свойством transform, которое наследуется от класса MonoBeHere. Например, вы можете использовать метод свойства и типа transform.translator.tad для передвижения или поворота объекта. Ошибкой это считается, как я уже сказал, потому что это свойство. У него есть ассессор get, который вызывает getComponent при обращении к нему. Как вы знаете, getComponent это довольно тяжелая операция, ее не рекомендуется использовать в апдейт. Поэтому, когда вы используете свойство transform, gameobject, gender или что-то подобное, вы по сути вызываете getComponent. А если вы это делаете в апдейт, то вы можете попрощаться с производительностью. Ошибка вторая. Постоянные проверки в апдейт. Давайте представим, что у нас есть некий компонент health, который позволяет наносить урон нашей сущности. И у него есть поле health, которое хранит текущее количество hitpoint. В апдейте вы, скорее всего, можете сделать вот такой вот код, что проверяете каждый кадр, что health меньше или равен нулю. И только тогда вы уничтожаете gameobject, то есть проверяете каждый кадр, не умер ли наш персонаж, наша сущность. И по-хорошему у вас должен быть метод takedamage, который принимает урон и который, соответственно, изменяет поле health. Плохая ситуация, когда у вас этого метода нет, вы просто извне изменяете health и поэтому проверяете всегда в апдейте. Как вариант, вы можете сделать что? Взять и вынести из апдейта health, вот эти проверки в takedamage, тогда это будет происходить не каждый кадр. Ну окей, а если мы создадим еще один компонент, который будет называться health display, который визуализирует текущее количество здоровья, скажем, в UI элемент текст. Мы будем его с ним связывать и тут, скорее всего, произойдет что? Опять-таки вы возьмете и в каждый кадр будете проверять у какого-то компонента health, с которым пролинкуетесь количество здоровья и выписывать это количество здоровья в текстовое поле. Нам нужен будет, конечно, метод gethealth, который раскроет значение поля health. И просто вот прямо в health display можно там в апдейте накидать дисплей текст равно текущее количество здоровья. То есть, опять-таки, каждый кадр мы изменяем текст, хотя это, конечно же, не требуется. И есть вариант решения, а именно взять и воспользоваться методами событийно-ориентированного программирования на основе событий лямбда выражений. У них, у меня есть отдельный курс событий делегаты в C-Sharp с примерами в Unity, ссылка на который в описании со скидочным купоном. В общем, мы что сделаем? Мы сделаем в компоненте health событие о том, что изменилось текущее значение здоровья. Это событие мы будем вызывать только при изменении этого здоровья в методе takeDamage. И уже в health display мы подпишемся на это событие и будем обновлять текст только при условии, что у нас изменится здоровье. То есть, здоровье изменилось, текст обновился без лишних манипуляций каждый кадр. Для этого мы просто подпишемся на событие onHealthChange с помощью метода addListener. Передадим туда лямбду выражения, которое будет выполняться при изменении здоровья. И в этом лямбду выражении укажем, что мы просто обновляем текст. Третья ошибка — магические числа. Она лежит немножко в другой плоскости. Это классический антипаттерн, когда вы в коде используете какое-то число, суть которого не всем понятна. В данном случае мы двигаем персонажа вперед со скоростью 1 метр в секунду. И не совсем понятно, что значит это однерка. Мы можем исправить эту ошибку, создав поле с типом float и назовем его speed. И будем использовать именно это название за место этой единицы. Мы можем повысить понятность кода с помощью атрибутера инспектора hizr, который позволяет нам добавить какое-то пояснение в Unity о том, что это поле делает. Вот сейчас я добавил поле, и в Unity у меня появилась специальная подсветочка о том, что вот это скорость в метрах в секунду. Четвертая ошибка заключается в поиске дочерних объектов. Представьте, что мы хотим создавать, допустим, кнопку, которая визуализирует какой-то игровой предмет. И мы это обычно делаем через вызов метода instantiate, передачи prefab кнопки этому методу, и получаем ссылку на готовый геймапджект. А потом мы начинаем у этого геймапджекта искать дочерние объекты прямо в коде и проставляем необходимые значения. Сейчас я использую просто getComponentInChildren, потому что мне нужно работать только с компонентом текста в одном экземпляре, а не в нескольких. Если бы было в нескольких, уже бы это не сработало. И напрямую назначаю текст. Это очень неудобно, и нам нужно постоянно следить за структурой prefab, чтобы она соблюдалась. Но есть решение. Заместо использования вот такой вот техники мы можем создать еще один компонент, ItemPresenter, который мы будем размещать на нашем prefab, и в нем уже будем проставлять все ссылки и будем создавать удобные методы по типу setText, которые установят текст в необходимый компонент. В ItemPresenter, соответственно, всего лишь один serialized field с типом текст, в который мы будем назначать уже текстовый элемент, в который будет назначаться текст, и производим эту манипуляцию. А уже при создании кнопки мы просто уже с корневого объекта Button получаем ItemPresenter, и у него вызываем удобные методы, через которые будем назначать данные. Это очень удобный подход, и очень советую, позволяет от многих проблем избавиться. Всем спасибо за просмотр. Как я уже говорил, с вами был Роман Сокутин, и подписывайтесь на мой канал, на нем будут выходить еще новые видосы, крутые по Unity, по C-Sharp, по программированию, по GameDev, а также будет следующая часть этого видео с новыми ошибками по программированию в Unity. Если вы хотите эту часть, то она выйдет сразу, как здесь наберется 400 лайков, то есть на этом видосе будут 400 лайков, и я выпущу сразу же новую версию, новую часть этого видоса. Также в описании вы можете найти ссылку на мои социальные сети и скидки на курсы по Unity и делегатам и событиям, которые находятся на площадке Udemy. А на этом всем спасибо и всем пока.